Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы в гостях в резиденции ландшафтного дизайнера от директора архитектурно-ландшафтного бюро Гринса Виктории Замгиной. И с нами Виктор Тропченко, ландшафтный дизайнер. И мы сегодня хотим продолжить тему, которую мы затронули в прошлом ролике. Мы разговаривали, если вы помните, о заборах. Если не смотрели этот ролик, обязательно посмотрите. Он получился у нас очень интересным, увлекательным. Но, как справедливо заметили наши зрители и наши читатели, Мы не рассмотрели все виды заборов. И один, наверное, очень важный. Надо будет упомянуть. Мы остановимся сначала на заборе, а потом перейдем к живым изгородям. Тема всегда интересная, очень объемная. Меняется мода, меняются тренды, меняются ландшафтные различные объекты. Но живые изгороди практически есть у всех. И этот вопрос всегда актуален. Вика, привет. Я прав? Да, привет, Андрей. Привет всем. Слушай, ну ты однозначно прав. Практически ни один сад, который делается ландшафтным дизайнером, он практически никогда не обходится без изгороди живой. Они служат для того, чтобы разделить зоны какие-то, отделить одну часть сада от другой. Они могут быть, опять-таки, вместо либо дублером забора. Вот этот важный вопрос, да. Потому что Витя, все-таки в прошлый раз мы с ним общались, и он сказал, что, к сожалению, в условиях наших реалий, забор просто это такая данность, необходимость, и как бы не хотелось от него избавиться, он как бы... Но оно должно быть наименьшим в жилом. В 99,9% случаев от забора мы уйти никак не можем, абсолютно. И, естественно, мы должны это использовать в свою пользу, то есть, чтобы этот забор стал частью нашего ландшафта. Вот наша задача именно в этом. Он был не только функционален, но и эстетичен, правильно? И эстетичен, и чтобы он стал частью ландшафта, повторюсь. То есть, он, получается, как рама, может быть, да? Вот. Либо, что он отделяет идеологический сад, то есть, саду одна история, и ландшафт другая история, да? На самом деле, я хочу немножко закончить забористую эту тему и обсудить заборы из поликарбоната. Поликарбонаты очень часто используют как добавление к решетке, как добавление к кованой, так и вот этой вот, как ты называла ее решетка? Сварная сетка, сетка 3D, сетка гиттер. Гиттер. Да. И я хотел бы немножко обсудить, да, вот такой вот вариант, мне кажется, он компромиссный. Поликарбонату определенно да или нет, или быть может, и какому? Поликарбонату почти всегда нет. На самом деле, это было очень модно в начале нулевых годов. Если мы говорим про Санкт-Петербург, вот когда мы проезжали по курортному району, и там уже вот эти новые усадьбы понастроенные, да, там использовалась действительно ковка, люди ставили эту ковку, как атрибут своего какого-то статуса, да. Потом быстро понимали, что при этом трафике и машин, и пешеходов, отдыхающих, да, постоянно, чтобы их видели, да, это не очень хорошо, они хотели закрыться, и они ставили этот поликарбонат. Это было такое быстрое решение, и вроде как оно было и к месту, потому что никто не будет убирать эту дорогую щуковку, да, никому это не продашь уже, естественно, да. Вот, соответственно, конечно, лучше было бы зеленой кулисой закрыть, да, и на этом закончить. Вот, но люди, естественно, выбирали самое быстрое решение, оно в ландшафте. Вообще все, что касается садоводства, это вся история небыстрая, поэтому любое быстрое решение в саду, это, скорее всего, временное решение. Мы с вами должны это понимать. Какие есть минусы у поликарбоната? Когда мы ставим, все-таки выбираем поликарбонат, какие подводные камни, какие минусы, чем он плох? Значит, сначала с экономических, да, начнем. С одной стороны, это очень дешевый материал, особенности по отношению к другим решениям, да, которые могут использоваться. Это очень дешево. В то же время это выглядит очень дешево одновременно с этим. То есть бывают дешевые решения, которые выглядят достойно или нейтрально, а это решение, которое и дешевое, и выглядит как дешевка. Потом вот в эти вот отверстия попадает очень быстро влага, и там начинает нарастать мох, водоросли, и это очень быстро теряет всяческое привлекательство, выглядит очень неопрятно, некрасиво и, опять-таки, дешево, да. Потом, так как это совершенно непроницаемый материал, то у него все те же минусы, которые у профлиста. То есть то, что когда идет ветровая волна, да, она ударяется об вот эту вот глухую стену поликарбоната, как и профлиста, взмывает вверх и с новой силой через несколько метров обрушивается уже на участке. То есть там, где ветреные участки, да, то это не защитит от ветра, а наоборот усугубит его. То есть, ну, на самом деле, достаточно вполне. Понятно, что ультрафиолет убивает тоже очень быстро этот поликарбонат, потому что дешевый материал, который, да, боится ультрафиолета. Мы все это видим, на самом деле, на вот теплицах из поликарбоната. То есть лет пять, и теплица уже выглядит очень непривлекательно. Да, тут варианта два. Либо уже дождаться, когда она полностью станет зеленая, и говорить, это вот там вот от прадеда досталось. Но понятно, что функционал именно... Минтажный. Да, что функционал именно парника при этом будет стремиться к нулю, потому что у нас не будет парника. Витя, скажи, я хотел тебе сказать, я думаю, что ты с Викой-то согласен по всем пунктам, или есть что возразить? Я, пожалуй, может быть, чуть-чуть уточню. То есть, с одной стороны, да, это действительно недолговечное, относительно недолговечное, дешевое и выглядящее недорогим решение. Но, с другой стороны, я видел такие дополнительные элементы из поликарбоната, цветного, не прозрачного, а, скажем, бежевого, коричневатого. И когда солнечные лучи через него проникают, создаются довольно интересные эффекты. Витража такого, да? Да, да, да. То есть, с одной стороны, он создает какую-то иллюзию защищенности, с другой стороны, это такая полупрозрачность. То есть, нет ощущения того, что это очень жесткая, непрозрачно-тяжелая граница участка. А что касается того, как он живет, сколько он живет, и насколько он быстро портится, да, наверное, возможно, если загерметизировать его торцы, он проживет чуть дольше. Но я не думаю, что это сильно увеличит. То есть, в принципе, можно, как временное решение, использовать, допустим, самый дешевый вариант поликарбоната, а за это время вырастить изгородь, которую после этого стричь, и вы получите тот же результат. Да, и снять поликарбонат, он как раз за это время придет в негодность. Наверное, это, возможно, не самое плохое решение. Да, ну, понимаешь... Я думаю, что... Ну, в определенной ситуации, когда есть ковка, которая прозрачная, изгородь растет долго, нужно закрыться прямо завтра, забор менять не хочется. Вот такая посадность может быть. Понятно, да, но если у тебя изгородь практически вплотную посажена, то ты с этим поликарбонатом нормально выстричь не сможешь. А если его не будет, то ты будешь спокойно со стороны ковки проходить и выстригать. То есть это в этом плане не очень хорошее решение. И вот что касается желтого, я с тобой совершенно согласна, действительно выглядит довольно радостно. Дает отсылку к витражам, которые, в принципе, еще в 19 веке были очень популярны на наших питерских дачах. То есть это вот такая отсылочка очень хорошая. Но вы представляете себе отсылочка в виде какого-то маленького витража и отсылочка в виде... Огромного забора. ...в 30 метров, да. То есть, ну, нюансы. Да, да, это же вопрос. В общем, нужно, наверное, все это сесть, посчитать, что проще поставить поликарбонат, посадить изгородь или просто сразу посадить изгородь из более крупных растений, которые в течение, по крайней мере, одного сезона уже закроют. Хорошо, все, я понял, услышал ваше мнение. Я думаю, что мы ответили на вопросы именно у наших зрителей, поэтому с заборами мы закончим. Мы можем, знаешь что? Мы можем закончить на том, какие заборы у нас с Витей. Да, все же всегда. А как у вас? А как у вас? Покажите ваш забор. Да. А вот я сейчас расскажу. Значит, вот у меня те соседи, которые до меня ставили забор, там, естественно, стоит металлопрофиль, да. Причем они поставили настолько дешевый металлопрофиль, что он, с моей стороны, абсолютно ржавый. И когда люди приходят, все очень сильно удивляются, говорят, где же они такое нашли. То есть у меня такое сейчас ощущение, что у меня из карты она прямо... Как это хорошо. Да. Я со своей стороны обила его сейчас очень мило деревяшечкой, причем не в глухую. Штакетничкой, да? Ну, там не совсем штакетничка, доска, но она разной ширины профиля. Это выглядит очень хорошо. Мы вам это покажем. Все остальное я закрыла как раз то, о чем говорит Витя. Это гиттер-сетка, сетка 3D. Она мне очень нравится. Я ей очень довольна. Естественно, я сажаю там все, что я хочу. Да, у тебя там виноград же растет. И виноград у меня растет, и кусты растут, которые будут как живая изгородь, где-то стриженная, где-то не стриженная. По границе с красной линией участка, то есть там, где у меня идет дорога, я все-таки буду делать более глухое ограждение. Я такое приняла решение. То есть из четырех сторон моего участка одна сторона все-таки будет не из сетки. Ну, одна, понятно, что зависит от соседей, да, и две стороны просто сетка. И меня это вполне устраивает. У меня партина такая. Прекрасно. Витя, ну вот как ты считаешь, мне кажется, что это отличная идея комбинировать различные виды заборов. Да, конечно. Изонировать этим. Как у тебя с этим поделись? У меня частично штакетник, частично сетка рабица, а по большому счету там растут кусты, поэтому это фактически всего и не видно. То есть это сделано так, чтобы это просто меньше всего как-то акцентировало на себя внимание, и мне это нравится больше всего. Пусть лучше будет зелень летом, а зимой это просто рисунок ветвей. Кусты там не особо стригущиеся, просто немножко формуемые, но без стрижки регулярно. Ну, как я помню, у тебя по красной линии участка как раз-таки и есть зеленая изгородь, просто она не стрижена. Да, она не стрижена, она свободно растущая. Я просто каждую весну прохожу секатором, делаю ее, чтобы пузыреплодники и дерены были не по 4 метра, а хотя бы по 2,5. Я думаю, что сто раз услышать, один раз увидеть фотографии вы нам предоставите, и зрители увидят, так сказать, выбор наших дизайнеров. А теперь давайте перейдем к живым. От мертвых к живым изгородям. Тема гораздо более обширная, потому что видов на огромное количество разных растений. Я предлагаю сосредоточиться на кустарниках и деревьях, не уходя в лианы или во что-то другое, чтобы немножечко сузить эту большую тему. И сразу же мне хочется задать первый важный вопрос. Выбор ландшафтного дизайнера. Мне кажется, что у вас есть свой такой рейтинг, какие именно растения вы чаще всего используете в своей работе. Рекомендуйте клиентам, верите в них, что это красиво, надежно, удобно, комфортно, недорого. Ну, изгороди, давай поделим, что, например, больше 2,5 метров, да? Да, которые дублируют заборы. Давай так сделаем. Мы будем говорить об изгородях, которые стригутся, или о свободно растущих, или о тех и других. Это тоже очень важный объект. Да, потому что, ну, растения-то могут быть одни и те же. Я думаю, те, которые выполняют как раз функцию изгороди, забора, которые иногда и дублируют этот самый забор. Поскольку, да, мы уже сказали, что у нас история очень распространенная, когда сначала идет забор, потом идет живая изгородь. Я бы все-таки еще обсудила ту изгородь, которая идет как кулиса где-то высотой около метра, то есть которая идет как парапет. Это тоже очень актуальная тема. Ее, кстати, очень мало используют, к сожалению, садоводы-любители, а эта история очень интересная, она очень обогащает сад, и хотелось бы, конечно, ее чаще встречать. Я готов посвятить ей отдельный ролик, но давай как-нибудь вот немножко снимем, чтобы нам сейчас не получилось кратенько на полтора часа. Это мы можем. Вернемся, да, к заборам достаточно ростным, около двух метров, полтора, два с половиной, примерно вот так вот, которые, собственно, выполняют роль забора. Я прям буду загибать пальцы. Любимое растение Виктории Сумгиной. Слушай, ну первое, конечно, это туя, однозначно. Тут уже вообще без вариантов. Я задумался над своим любимым растением, потому что у меня сразу пронесся поток вариантов, которые для разных целей можно использовать. Для забора, Витя, для забора. Для забора, наверное, туя, как самое простое такое универсальное решение. Есть один огромный минус, что если у нас с вами забор все-таки из профлиста, то тогда туя далеко не всегда может быть посажена и не всегда она будет благоденствовать. Вот это вот, есть такой момент, потому что лист этот нагревается, он отдает тепло туе, которое он накапливает, аккумулирует. И, соответственно, со стороны профлиста туя может подгорать в весенний период. Ну, надо отступить на какой-то период. Есть какая-то дистанция? Понимаешь, в чем дело? Да, вступать-то надо всегда, на самом деле. Да, там есть несколько нюансов в этой истории. То есть, если у нас с вами нет профлиста, то туя это очень хороший вариант. Естественно, он не единственный. И основной его минус, что это очень банально. Это основной минус. Остальное практически все будет плюсы. Сплошные плюсы. Да. Но это если у нас с вами нет профлиста. Если есть профлист, надо смотреть, какая инсталяция в этом месте. Если, например, у нас с вами проезжая часть, то есть там тени вообще нет, да, дальше идет профлист, и дальше на участке тоже нет никакой тени, нет высоких деревьев, да, нет рядом стоящего здания. Но оно все равно никогда не будет таким же длинным, как забор, да. Но в основном, то есть, если это не лесной участок или не полулесной, тогда, скорее всего, нужно очень внимательно смотреть, как ходит солнце. Если у нас с вами прямо вот с юга шпарит солнце, и мы сажаем туи, да, как минимум нужно отступить как можно больше. Но в таком случае мы будем терять такую ощутимую часть участка, да, то есть это минус. Тогда, может быть, имеет смысл подумать о чем-то другом и, скорее всего, о лиственном. Потому что хвойные практически все будут страдать от того, что поликарбонат, будет вот это вот тепло. Даже елки? Елки в самой меньшей степени. Елки в самой меньшей степени, потому что довольно жесткая у нее идет хвоя, она меньше всего страдает от этого. Но тоже надо смотреть, какая елка. То есть, скорее всего, что это еле обыкновенная сербская. Ну, я думаю, что сербская, наверное, тоже самая, да, Витя? Ну, в сербской боли даже теневыносливо в чем-то. Я не про теневыносливость, а про то, что хвоя не будет страдать от теплового удара, который... На мой взгляд, все-таки, я, наверное, я понимаю, что уходит какая-то территория, участка, но всегда лучше посадить живую изгородь относительно существующего забора так, чтобы там был проход хотя бы сантиметров 60-70, чтобы это можно было либо стричь, чтобы растением было, где развиваться корневой системе в случае забора на ленте, который, в общем-то, довольно часто встречается в садах. И чтобы была возможность подхода, потому что, ну, если у вас будет что-то расти около этой изгороди, около этого забора, любого, неважно там какой материал, все равно какие-то технические подходы надо. Штакетник нужно будет красить. Профлист, возможно, нужно будет снимать и менять. Тот же поликарбонат, такая же история. Я тебе уверяю, что штакетник никто с этой стороны уже красить не будет, если изгородь будет только один. Мы как раз обсуждали, мы как раз, у меня были истории, просто мы обсуждали расстояние от забора до изгороди исту, и как раз меня просили сделать там проход, несколько раз это было, чтобы была возможность подойти к забору, поменять доски, если они снимут и так далее. Ну, это уже по желанию, конечно, владельца. Можжевельники в нашем климате, я думаю, можно не рассматривать как растение для изгороди. Нет, она не будет точно стабильной, ни в коем случае. И все, что не стабильно, вообще не должно попадать в поле вашего зрения, если вы ищете какое-то растение для изгороди. Потому что если что-то в этой изгороди выпало, даже если вы найдете материал похожий, он все равно довольно долго, ни один сезон будет выглядеть иначе, чем вся остальная линия изгороди. Поэтому нужно покупать однородный материал, и чтобы эта культура была очень стабильна и в нашем климате, и в принципе на вашем участке. То есть смотрите, что растет у соседей, хорошо растет. И потом принимайте решение. Особенно если вы хотите посадить какое-то не совсем стандартное растение, как те же самые туи, да? Хотя вот как мы там что обсудили, и у них есть свой нюанс. Казалось бы, можжевельники, вот эти прекрасные Rocket Sky, такие красивые. Скайрокеты? Нет. Они могут побуреть местами целиком. Они нестабильны у нас. Для них, кажется, в нашем регионе слишком сыро. Ну, хорошо, давайте тогда... Мне интересно было про пихты услышать, потому что не самое очевидное растение. Их практически у нас не используют, но я знаю, что пихта – это очень близкий родственник ели. Если мы стрижем ели, то нам не запрещают стричь пихты, тем более, что есть крайне зимостойкие виды. А технология стрижки ели? Ровно то же самое. Да, мы это, кстати, обсуждали однажды. Дело в том, что ели крайне неохотно образуют. То есть у них практически нет спящих почек на древесине старших трех лет. То есть живая изгородь или какая-то иная форма из ели должна стричься постоянно. Если тую можно запустить на пару лет, а потом обстричь на высоту, то с елью этот номер не пройдет. Ей нужно стричь регулярно, каждый год, немножко поднимая изгородь вверх. И, скажем, если у вас она нарастет на какую-то большую высоту, то когда вы начнете ее понижать, скорее всего, там у нее могут начаться какие-то сложности. То и в этом смысле более пластично. Кроме всего прочего, ель, она, в общем-то, относительно колючая. Пихта и ель в данном случае можно рассматривать как одно и то же. Только надо выбрать устойчивые виды пихт, которые, в общем-то, скорее всего, самые зимостойкие, самые холодостойкие должны быть. Так же, как и с елью. Прекрасно. Значит, и именно третье хвойное растение, которое мы рассматриваем. Ну, смотри, у нас получается елка, у нас туя, у нас пихта. Это вот троица, которая прям вот, с ней точно будет все в порядке. Из этой троицы пихту сложнее всего найти. Но если вы ее найдете, и она вам по бюджету проходит, берите. Другое дело, вот, Витя, скажи, какую именно пихту-то надо брать? Это то, что надо сибирские, бальзамические, то есть самые зимостойкие виды. То есть здесь нужно смотреть для каждого региона список. Они, в принципе, существуют. Они корейские. Думаю, что и корейскую тоже. Корейскую можно точно. Я бы, конечно, конколор не стала бы, да? Потому что она может подгорать. И все, что мы стрижем, да, молодые приросты, они более нежные. И они, конечно, если вы не вовремя подстрижете, они точно обгорят. Поэтому одноцветные, но я не думаю, что вы найдете в таком количестве материалов. Главное, что основная ее прелесть в длинных хвоинках, которые очень большие. Да. И длинные, и вот в этой форме кроны. Опять же, тут, ну, это будет чуть-чуть другой вопрос. Это будет неопрятно очень обрезаться, да. То есть ее не рассматриваем. То есть получается, что у нас пихта остается сибирская, пихта бальзамическая, пихта корейская, я думаю, что тоже так же стабильнее. Потому что, да, это вот три варианта прям вот устойчивых. Самый, наверное, понятно, что изгородь из туи будет самый банальный, да, из этой троицы. Изгородь из елки или из пихты будут смотреться совершенно потрясающе. Если у вас есть выбор, то выбирайте не туи, скажем так. Но елка очень уходная. Она колючая, ее надо довольно-таки часто стричь. Значит, смотри, насчет стрижки. Украшение елки. Ну и стричь придется чаще. Да ты что? Да. Но они хотя бы не колются. Нет, подожди. Перчатки, крадись. Чтобы все выглядело идеально, надо стричь действительно часто. Но вот это вот прямо идеально-идеально, вот эта вот мечта перфекциониста. Не, ну просто елки-то могут как выстрелить. Нет, подожди, мы говорим про изгородь, а не про то, какой потенциал у каждого из этих растений. Биологию растений. Туя будет расти в течение всего сезона. Ель, она вот вырастает, выращиваются новые побеги. Нужно поймать тот момент, когда они достаточно жесткие, но при этом еще не окончательно древесневшие. Тогда обрезать. И фактически ель достаточно стричь один раз, в принципе, за сезон. А туя придется стричь для идеала раза два. И изгородь из ели, на мой взгляд, все-таки будет менее идеальная ровная стена, чем изгородь из туи. То есть, если нужна вот совсем-совсем, то, конечно, это твое. Значит, тут есть такой один маленький секрет. Если вы пострижете изгородь из елки во второй половине лета, либо осенью, действительно, вы ее будете стричь один раз, потому что она дальше уже не отрастет заново. Если вы ее пострижете в июне, на молодом приросте, или даже в начале июля, даже, может быть, и в середине июля, ну, от погоды зависит, да, то она обрастет второй раз, и, скорее всего, вам захочется ее опять выстричь, а если не адресвинеют вот эти вот молодые побеги, то они даже могут подмерзнуть, потому что понятно, да, что физиологически у елки должны эти побеги вырасти... Вызлить. Да, вырасти были в июне, а они второй раз выросли в августе. Если, например, какая-то, как вот в этом году была, довольно ранняя зима, да, в отличие от предыдущих, там, чуть ли не десятилетия, да, предыдущего, то, скорее всего, что-то не вызрело. У кого-то, кто обрезал, например, вот, да, придется резать второй раз. Просто. Вот, поэтому, если вы ее стрижете в августе, сентябре, октябре, то вы стрижете изгрызть елки один раз в сезон. Вот есть такая хитрость, да. Так, давай про остальные, давай про тисы, и давай про цугу. Я знаю, ведь от тисы, да, есть еще цуги, и есть еще псевдо-цуги, простись. Ну, псевдо-цуга, это, считай, та же елка с пихтой, но, конечно, странно стричь изгрызть из псевдо-цуги в Сен-Петербурге, да, особенно учитывая, что псевдо-цуга – это дерево, достигающее то ли 90, то ли 120 метров, и вряд ли стоит из него выстригать живую изгрызть высотой 2 метра. А кипарисовик – это все-таки растение более южных, более мягких, более теплых регионов. Здесь это изюминка. Да, они растут, но, равно как и тисы, они в любой момент при наступлении суровой холодной зимы минус 35, минус 40, они могут быть снесены по уровню снега. Поэтому эти растения для изгородей вряд ли подходят. И более того, они тоже подгорают, то есть, если неправильно, не вовремя выстриг, а так как это очень часто зависит еще просто от погоды конкретного сезона, то тут определить, правильно ли сроки стригу или нет, ну, это нужно некую иметь техническую подготовку. Для продвинутого сезона. Поэтому не надо эту культуру использовать для изгороди. Просто, в принципе, мы не говорим о ней. Да, все-таки, Витя. Я знаю, что ты любишь тис. Смотри, с тисами история очень такая, достаточно тонкая. Во-первых, у нас есть три вида, которые у нас могут расти. Первый вид – это тис ягодный, который наиболее капризный и наиболее легко обмерзает и подгорает. Второй вид – это тис остроконечный. Он происходит с Дальнего Востока, и он наиболее устойчивый. Есть гибрид – тис средний, таксус медиа, который чаще всего в Европе используется для живых изгородей. У нас он растет, в принципе, достаточно хорошо. Но тут нас это возвращает к вопросу о стрижке, о растениях в постоянном стрессе, с постоянным вырезанием молодых побегов. То есть, надо понимать, что не стоит сажать изгородь из тиса там, где она важна. То есть, это может быть какой-то интересный, любопытный бордюр, который, если вдруг испортится, то его можно на что-то поменять. Но точно не основное растение для изгороди в саду. Ну, это, конечно, выглядит очень аристократично. Да, это очень эстетично. Все самые красивые картинки в этих английских садов, конечно, немыслимо без тиса. Да. У нас, к сожалению, есть только кизильник блестящий, который называют так, это вот то, что нам как бы вместо тиса дадено. Я тебе хочу сказать, что у меня на участке растет больше десяти тисов, даже, наверное, штуку пятнадцать. Да, да, да. Я помню, помнишь, Витя, вот этот... Помню, помню, да, да, который мы думали, что он умер. Да. Я был уверен, что он умер. Все, возьми, пересади его, говорит, в теплицу, подержи там. Ну, ты понимаешь меня, да, чтобы я что-то у себя взяла и перенесла в теплицу. Конечно, нет. Он обманул и меня, этот тис, и Витю, и он сейчас вот совершенно благоденствует. Это вот история, когда лет шесть назад, да, мы с тобой ходили, да, смотрели. То есть с тисами такая история, мы... Как вы с лотерейным билетом, да. Про первый тис, про который я говорил, Витя, ягодный, мы просто вот, когда видим тис ягодный, мы просто игнорируем его, проходим, ну, не покупаем. Какой бы он ни был красивый. Да. Причем, когда вы смотрите на этикетку, видите тис, видите этикетку, 90% случаев там будет написано тис ягодный. То есть, вы должны это понимать, да, практически все тисы, которые продаются, это именно те, которые у нас не жильцы. Вот. Ну, не будем говорить, почему это происходит. Если у вас изгородь освещается первыми лучами солнца, и вы должны понимать, что первые лучи солнца, это не когда вы встаете в 8-9 утра. У меня в прошлом году был такой совершенно потрясающий случай, да, меня уверяли, что в 9 утра солнце здесь встает, но потом все-таки мы перебедили человека, что этот человек встает в 9 утра, вот, и солнце у него тут, а солнце встает вот там в 4 утра. Вот. Вы должны это понимать, где у вас солнце встает в 4 утра, вот если там у вас встает солнце, и оно тис вас освещает, значит, тис на вашем участке, скорее всего, будет хорошо расти, хорошо себя чувствовать. Вот так. Да. То есть, если у вас экспозиция, это изгороди, строгий север, да, если у вас с другой стороны, с южной, закрывает там здание или еще что-то, то вы можете попробовать взять, проэкспериментировать, посадить небольшую изгородь, метров там, например 5, 6, 10. Это будет прекрасно, и скорее всего, у вас все получится. Но мы, конечно, должны с вами говорить, что это тис средний, да, либо тис остроконечный. Вот тис средний найти проще, чем остроконечный, хотя его тоже ставят. И он растет намного быстрее. А еще у тисов очень вкусные. Ну вот. Я не решала. Кстати, насчет тисов, это важный момент, действительно, хорошо, что я об этом вспомнил. А у тиса все части растения ядовиты, кроме красного околоплодника шишки. Вот эта вот красная мякоть, она съедобна. То есть сама ягодка. Но семечка при этом нельзя есть. Соответственно, вся остальная часть растения ядовита тоже. У нас был в комментарии вопрос от дамы по поводу изгороди с северной стороны участка. По-моему, подписчица в Белоруссии живет, если я не ошибаюсь. И ей в комментарии написали, вполне справедливо, что это может быть тис. А она ответила, что у нее дети, и она боится. Вот я хочу сказать насчет детей, что случаев, чтобы дети чем-то отравились на участке, практически не бывает. Они даже не то, что редки, их практически реально не бывает. То есть если ребенку объяснить, что вот эта вот ягодка ядовитая, он ее не будет есть. Гораздо большие проблемы, когда на участке есть животные. У меня на одном участке у заказчиков собаки, есть собаки, которые понюхал и отошел, а там собаки, которые метут как пылесос. И сначала, когда мы посадили тисы, люди сказали, боже мой, нет, ну может мы их заменим. Прошло месяца два, они поняли, что тисы они любят так же сильно, как собак. И теперь они, прежде чем выпустить собак, выходят, смотрят, что там нет ягод, не раскиданных, если раскиданных, собирают, и потом выпускают собак. Вот с детьми такого не бывает. То есть объясняйте детям, говорите им, на самом деле в саду гораздо больше ядовитых растений, чем вы думаете. Гораздо больше. Да. Просто вы об этом не знаете, да, и поэтому вы этого не боитесь. И в комнате. Дети это просто маленькие люди. Может даже в комнатах больше. В комнате, да, в комнате очень много ядовитых растений. Да. Это тоже, опять-таки, никого не останавливает. Еще последнее растение, которое можно использовать в качестве живой изгороди, это цуга, но, признаться, я ни разу с ней не сталкивался вживую, но Виктория говорит, что... Подожди, вживую-то ты сталкивался? Нет, с изгородью из цуги. Ну, именно в виде изгороди. Конечно, конечно. На самом деле, да. Я даже с рододендроном сталкивался вживую изгороди. Цугу канадскую я прямо очень сильно люблю, и это то растение, которое я почти всегда ввожу в сады. И у меня, у самой, еще на старом участке, цуга была посажена еще в середине нулевых. Она сейчас просто огромная, и она красавица. Неописуемо. Опять-таки, тоже ее надо уметь сажать, и ее надо сажать примерно так же, как тисы, то есть, чтобы она не попадала внезапно из тени в жаркое солнце, то есть то солнце, которое после часа дня. Вот. Если вот такие условия создадите, чтобы солнце было либо с раннего утра, да, либо уже после, там, четырех вечера, да, то тогда с этим растением ничего не будет происходить. Значит, и наши московские коллеги уверяют, что она очень хорошо подлежит стрижке. Я ее сама не стригла, но я считаю, что это растение очень в этом смысле, наверное, благодарно будет отзываться. Выглядит она совершенно потрясающе. И надо пробовать, если вы найдете в большом количестве небольшой, дешевый, недорогой материал, берите его. Она довольно быстро растет. Я бы сказала, что очень быстро. метра за год, это реально. Да. Это шикарный пример. Да, да. Поэтому эта культура, я думаю, что у нее большой потенциал в этом плане. Я думаю, что мы будем... Вик, а важно, как бы тут же есть какие-то тоже, может быть, у нее виды, сорта, может, что-то в России не брать. Цуга-канадская. Я помню, что в комментариях там пришли, что-то еще писали. Нету какой-то цуги, которую нам будут предлагать в садовых центрах? Цуга-канадская без сортов. У нас есть еще дороже. То есть, если просто цуга-канадская, у нее вид вот так, и потом кончики немножко опадают, то цуга-канадская пендела у нее прям вот практически от ствола, то есть, она прям такая вот сосульковидная. Ну, интересно растет. Она значительно дороже, она, конечно, никакого отношения не имеет к теме сысгороди. Нет, есть другие виды цуг, но у нас их практически не продают, и большая часть из них менее зимостойкой. Конечно, не надо никакие сортовые цуги-канадские используют для изгороди. Их много разных сортов, карликовые, пестрые, пакучие. Нет, это не наша система. Это все очень дорого, и это все очень медленно растет, и это все бессмысленно. И они почти все карлики, и эти карлики под снегом у нас выпривают. То есть, даже просто из этих соображений не берите даже не вызгородить, а просто не берите себе в сад. Потому что, скорее всего, вы, к сожалению, с ней попрощаетесь довольно быстро. Ну, что, господа эксперты, спасибо вам за очень содержательную беседу. у нас, к сожалению, получился, можно даже к счастью, очень такой долгий, но интересный разговор про хвойные виды живых изгородей. Поэтому я предлагаю разбить все-таки на несколько роликов и поговорить про лиственные растения, используемые в качестве живых изгородей, отдельно. Смотрите продолжение. С вами был канал Европлант Лайф. Ландшафтные дизайнеры Виктория Сенгина и Виктор Тропченко. Всего доброго. Все, пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»